Праздник в каждый двор, учреждения культуры и на каждую площадь. На прошедшем заседании Совета по культуре и искусству губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что 2020 год крайне важен для региона и страны в целом. Впереди 75-летие победы в Великой Отечественной войне и 50-летие со дня выпуска первого автомобиля ВАЗ. И подготовка к этим значимым датам, по мнению главы региона, должна быть тщательной и с четко разработанной программой. Напомним, что по поручению губернатора этот год объявлен Самарской области годом Тольятти с точки зрения бюджетных приоритетов, в том числе и в области культуры. Тему продолжит наш корреспондент Маргарита Данишевская. Заседание Совета проходит в красивом месте, в Театре Колесо. Вопросов в повестке, конечно, много. В частности, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уже не раз говорил о том, что необходимо повышать культурный уровень жизни региона и вовлекать молодежь чаще ходить в театры и в музеи. И напомним, что по инициативе губернатора Дмитрия Азарова по всем 12 национальным проектам созданы комитеты, которые, в свою очередь, регулируют процесс работы учреждений и ведомств и контролируют ход исполнения задач по национальным проектам. В состав Совета по культуре и искусству входят представители ведущих творческих союзов, выдающиеся артисты, музыканты, архитекты и художники области, а также представители муниципальной и областной власти. Глава региона Дмитрий Азаров отметил, что Тольятти отличается давно сложившимися культурными традициями и активной творческой деятельностью. И добавил, что новый импульс развитию культурной жизни второго по величине города губернии дал нацпроект «Культура». Коллеги, это только начало реализации нацпроектов на территории нашего региона, на территории города Тольятти конкретно. Тольятти, безусловно, и дальше будет активно принимать участие. Мы активно этому содействуем. Хочу вам сказать, что во многом заявки муниципалитета, важно, чтобы они были своевременные и разумные. Подводя итоги работы первого года реализации нацпроекта «Культура», участники заседания отметили, что все показатели выполнены, а по ряду направлений перевыполнены, благодаря чему наш регион отмечен как один из лидеров в стране. По итогам 2019 года Самарская область стала передовой по созданию модельных библиотек. Они появились в ряде городов и районов области, при этом стали настоящими многофункциональными центрами. Особый акцент в работе по нацпроекту был сделан на укреплении материально-технической базы учреждений культуры. Об успехе реализации нацпроекта говорит и активное участие жителей региона в культурных событиях. Успешный старт творческого проекта «Культурное сердце России» в прошлом году показал, что жители активно заинтересованы в организации проведения культурных мероприятий в разных общественных пространствах и готовы сами наполнять общественную среду культурными событиями. Разумеется, в 2020 году этот проект будет продолжен. Также на Совете обсудили программу праздничных мероприятий, посвященную значимой дате – 75-летию Великой Победы. В Самарской области пройдут патриотические акции, праздничные мероприятия и культурно-массовые программы. В этом году в Самаре впервые пройдет масштабная акция «75 часов до Победного мая», которая состоится с 5 по 11 мая и будет включать квесты, театрализованные представления и концерты. Что касается еще одной значимой даты для города и области – 50-летия выпуска первого вазовского автомобиля – мероприятий также будет много. Помимо общегородских, праздничных, спортивных и культурно-массовых программ, будет открыт целый ряд социальных объектов. Также с 1 февраля в городе стартовала общественная акция «Время Тольятти». Каждую субботу и воскресенье до 19 апреля внутриквартальные площадки, торговые центры, парки становятся центрами культурной жизни. Культурно-массовые мероприятия для работников и ветеранов автоваза на текущий год включают торжественные мероприятия в «Ладо-арене», в культурном центре «Автоград», мероприятия на открытых площадках «Фанни-парк», «Ладо-парк», «Парк Победы», мероприятия на территории автоваза, включая день открытых дверей и подведение итогов года, а также спектакли, профессиональные концерты в Драматическом театре «Колесо» и в Тольяттинской филармонии. Планируемый охват данным мероприятием более 75 тысяч работников и ветеранов автоваза. Заседание совета шло свыше пяти часов. Вопросов было действительно много. Резюмируя губернатор отметил слаженную работу совета, но призвал участников встречи выдвигать свои предложения и делиться лучшими практиками, которые могут стать достоянием не только региона, но и всей страны. Год Тольятти, уже проводятся массовые мероприятия, культурно-массовые мероприятия, что, на мой взгляд, соответствует запросу сегодня городского сообщества. Коллеги, очень важно, что вы нам предложили тоже, что это может быть. Интересно, ярко, новые проекты, новые фестивали, возможно, которые станут потом традиционными. Но запрос Тольятти ощущается. Маргарита Данишевская, Евгений Черемин. Новости Тольятти.